Вас приветствует первый российский конный онлайн-журнал Equilife.ru. Я его создатель Виктория Борисова. И сейчас я презентую вам ответ на вопрос, действительно ли железо, подобное этому, барочное железо, железо времен де ла Гереньер, железо, которое мы можем увидеть в музеях, действительно ли оно было таким жестким и ужасным для лошади? В чем был смысл совать столько много железа в рот лошади? И я считаю, для нас в России особенно важно услышать ответ на этот вопрос, потому что мы часто в нашей конной истории сталкивались с различными заблуждениями и предубеждениями на этот счет. Большое спасибо за ответ на этот вопрос специалистам по истории лошадей, специалистам по старинной амуниции Кристины Вольганг-Кришке из Германии. И эта встреча стала возможна благодаря семинару Мариуса Шнайдера, который мы посетили в рамках проекта поездки с Equilife.ru. И сразу, забегая вперед, скажу, что в следующем году, в мае, будет новый семинар. И следите за разделами поездки для того, чтобы не пропустить нашу встречу там. Итак, мой вопрос, адресованный специалистам по истории конной амуниции. Я очень рада представить вам Кристину Кришке. Я надеюсь, что я правильно произнесла имя. И такой у меня вопрос о всем том, что мы сейчас видим на столе. Иногда в музеях, когда мы видим оголовье вот подобное этому, или подобно вот этому, то есть это 16 век, если я не ошибаюсь, это стиль Горенье, и некоторые люди думают о том, что это железо очень жестоко для лошадей, и они в то время пытались действительно скрустить лошадь как бы в бараний рог. Но насколько я знаю, что это не так? Поясните. Действительно, то, что мы держим в руках, это очень сильно отличается от того, к чему мы привыкли в современном мире, потому что сейчас мы ездим на лошади и с постоянным контактом с ее ртом. Но это было не всегда. Этот способ пришел к нам из военной кавалерии 20-го и, можно сказать, 19-го века. В это время традиционно всадник действительно должен быть в контакте с лошадью. Но до этого идеальным было провисание повода, когда лошадь считывает не то что команду, а намерение, вот движение пальцев от того, что повод дотрагивается до шеи, и этого достаточно для того, чтобы лошадь уже изменила свое положение головы. Например, сейчас, когда я езжу на Хакамори, я использую вот такую вот веревку, она сплетена из конского волоса, и она немножко покалывает, это чувствуется. Лошадь чувствует на шее, и она привыкает постепенно распознавать уже эту команду. Фактически, это первый уровень команды, к чему нужно стремиться. Следующий уровень вот в этом железе у нас есть цепочка, которая застегивается под подбородком. И смотрите, как интересно, мы видим, что дужки, они подвижны, то есть они могут немножко двигаться, и при этом их движение еще не воздействует на железо, которое лежит непосредственно во рту лошади. То есть они могут немножко двигаться, и в этот момент лошадь уже понимает, ага, всадник что-то действительно от меня хочет. Со временем лошадь тоже учится считывать этот сигнал и чувствовать, потому что всадник помогает посадкой, голосовыми командами, и лошадь начинает понимать, ага, наверное, это вот эта команда, или вот этого от меня, вероятно, хочет всадник, и дальше мы подкрепляем или не подкрепляем это поведение. И это второй этап команды, то есть малейший, и при этом он опять же никак не затрагивает все то, что лежит непосредственно во рту лошади, ничто более не движется. Все это вот таким образом лежит на языке лошади. И до того, как вообще верхнее железо начнет действовать на рот, до того, как эта выемка сверху, которая называется порт, вообще немножко поднимется, изменит угол, лошадь получает до этого массу команд, и мы видим, что вот оно вот так спокойно и лежит. Это не трогает никаким образом небо лошади еще. Окей? Еще что интересно, мы поговорим об этом дальше. Вы видите, какая большая часть оголовья, не, оголовья железа, да, лежит во рту лошади, и воздействует вот эта вот только небольшая часть сверху, и такое достаточно точное воздействие, и тогда лошадь точно понимает, о, я должна действовать, но это уже прям вот, это прям вершина уже. В конце концов, уже действительно ротация, действительно воздействие поводом, чтобы сработала, воздействовала и подбородная цепочка, и железо во рту. Но надо сказать, что такая ситуация с оголовьем, как это, ну, это около 2% от всего, это должно действительно что-то вот экстремальное случиться. С этим железом не работали так, как мы сегодня работаем. Основная идея, как, например, как мы сегодня с собакой работаем, нам не нужно бить собаку, чтобы попросить ее сидеть, мы просто говорим сидеть, и она садится, ну, или не садится. Но идея в том, чтобы мельчайшие команды, мельчайшие, лошадь реагировала на мельчайшие команды, не доводя ее до боли, поэтому можно было использовать такое страшное с виду железо, как это. Используя буквально кончики пальцев для команд. Конечно, потому что лошадь, рот, лошадь очень чувствительный, и мы, конечно, сегодня хотим все держать под контролем, поэтому мы используем что-то вроде вот этого, вот такого железа. И теперь о положении его во рту. Итак, он лежит во рту лошади на языке. Мы говорим о распределении давления. Посмотрите, какая большая площадь у нас приходится в этом случае, и какая небольшая площадь лежит на языке лошади, и фактически лежит вот это вот сочленение. То есть еще более меньшая площадь воздействует в современном железе на язык лошади, вот в этом месте. И это не маленькая штука. И что мы еще при этом делаем? Лошадь уже чувствует давление на язык. Когда мы начинаем еще воздействовать, и как, не дай бог, пилить этим железом, вы представляете, какие разрушения происходят, что чувствует лошадь. И надо сказать, что редко, когда оно лежит вот так посередине, очень часто бывает оно смещено слева, налево или направо, и тогда давление приходится, и помимо языка, еще и на кость. И лошадь, если пытается избежать боли, и перекидывает язык, и тогда получается вообще катастрофическая ситуация, когда это железо давит непосредственно на кость, на очень чувствительную маленькую кость нижней челюсти. И давление, помимо центра, еще распределяется на боковые части. Давайте посмотрим, как железо, старинное железо размещается во рту лошади, и мы сразу же увидим, вот что мы увидим. Мы видим часть, которая лежит на языке лошади. Мы видим, что когда всадник слегка воздействует над дужком, он штука, команда приходится на угол губы лошади. Действительно, мы видим те части, которые двигаются в случае воздействия. И самое последнее, когда происходит поднятие портом, он штука, когда происходит, и это крайний случай. Вместе с Вольфгангом и Кристиной Кришкин мы продолжили рассматривать железо и обратили внимание на то, что грызло, само грызло дутое, оно полое внутри. Посмотрите, какое оно легкое. Оно действительно легкое, оно полое внутри. А сегодня, в наше время, это цельный кусок железа, и оно своим уже существованием во рту воздействует на него. А здесь посмотрите, посмотрите, какое сочленение. Посмотрите, разница какая большая по сравнению с современным железом. Они были намного умнее, чем мы сейчас. И в это время, если ты был всадником, ты был действительно профессионалом, потому что они понимали, что они используют. Например, посмотрите, вот здесь железо работающих ковбоев. Это люди, которые сидят по 12 часов в седле. И амуниция в этой ситуации должна быть хороша для лошади, хороша для всайника, так как если в результате ее использования будут нанесены повреждения лошади, просто не будет возможности каждый раз брать новую лошадь, чтобы ее заезжать. Люди, которые используют железо, подобное этому, их лошадям и 15, и 20 лет, и они прекрасно работают. И они работают каждый день. Это большая разница. И когда мы должны, когда мы думаем, что мы сегодня умнее и знаем много, нет, мы должны обращать внимание на тех людей, которые действительно делают свою работу, находясь в седле. Ну и на всякий случай я оговорюсь, что это видео никоим образом не призывает вас ездить на оборочном железе, а носит только информационный характер для того, чтобы развеять некоторые устоявшиеся мифы. А мы увидимся с вами в следующих видео и на страницах конного онлайн-журнала Equilife.ru. До встречи!